друзья всем огромнейший привет с вами лада и в этом видео я показываю подробнейший мастер-класс по плетению вот этой замечательной чашки с блюдцем мастер-класс очень подробный очень хорошо подходит для начинающих плетений из газет я здесь я показываю как выполнить практически все этапы данной работы единственное что вот эту вот загибку розгу я показываю в отдельном видео которое выходит параллельно с этим также обязательно в описании под этим видео оставляю подробнейший таймлайн то есть подробный план этого видео по минутам где вы сможете перейти на тот временной отрезок видео который вам наиболее интересен и полезен и да в описании под видео обязательно напишу сколько трубочек мне понадобилось для плетения данного вида изделия теперь коротенько пройдусь по материалам в первую очередь понадобятся газетные трубочки или бумажные трубочки у меня взяты трубочки двух цветов конкретно эти я красила морилка на водной основе они у меня слегка увлажненные не до конца высохли поэтому в процессе работы они у меня помещены в полиэтиленовые пакеты чтобы это состояние увлажненности сохранялась надолго для дополнительного увлажнения трубочек я использующий пульверизатор также мне понадобятся ножницы и клей пва его я использую для наращивания трубочек еще для удобства я использую такие черновички где расписывают схематично сколько стоек мне понадобится для этого изделия и также как плести тот или иной ряд и когда вставлять дополнительные трубочки обязательно перед началом работы нужно решить какая чашка на блюдце у вас будет какой формы и подобрать под нее тот предмет по которой вы будете ее плести это может быть горшок для цветов например в том числе тарелка миска и так далее в общем все что у вас найдется в хозяйстве я сейчас начала формировать круглое дно у меня получается 6 трубочек на 6 трубочек я их переплела шахматкой сейчас я формирую дно из коротких трубочек в процессе уже плетения буду их дополнительно наращивать потому что для загибки тарелочки мне понадобятся длинные трубочки начинаю оплетать скелетик моего дна первые два ряда я оплетаю по 6 трубочек потом я трубочки буду разъединять на определенные группы здесь никаких премудрости нет единственное условие плетения должно быть плотным и избегайте пожалуйста зазоров которые образуются например между рядами или же между рабочими трубочками я проплела два ряда теперь я начинаю проплетать третий ряд и в этом ряду я начинаю разъединять группу в 6 трубочек по две трубочки и облетать уже по две трубочки у меня проплетено уже три ряда и здесь есть один нюанс для того чтобы сплести чашку для этого у меня будут сюда в донышко вставлены дополнительные трубочки и мне нужно понять на каком этапе я их буду вставлять здесь я обязательно меряю моё донышко которая получается с формой по которой я буду чашку плести я вижу что мне еще ряда 2 как минимум нужно проплести и я понимаю что на этом этапе при плетении четвертого ряда я могу вставить дополнительные стойки что я в принципе сейчас и сделаю дополнительные стоечки у меня будут вставлены вот в эти группы по две трубочки желательно чтобы они встали и легли прямо между двумя этими трубочками но это не обязательно я сейчас ножницами немножечко освобождаю это место расширяю но предыдущий ряд оплетаемый далее я беру трубочку стоечку будущую она у меня темного цвета и вот сюда вот я ее вставляю вставляю не глубоко она у меня и так будет оплетаться еще двумя рядами так что все нормально можно туда капнуть клей пва а можно и не капать но я так как люблю прочность в изделии поэтому я немножечко клея туда капаю чтобы все это зафиксировалась очень хорошо но этим самым я оплетаю уже группу по три трубочки вот таким вот образом стараясь конечно чтобы вот эта трубочка стоечка которую мы вставили дополнительную легла прямо между этими двумя трубочками но опять же сказала что это необязательное условие следующую трубочку стоечку будущую вставляем точно таким же образом немножечко ножницами раздвигаем вот это пространство предыдущего оплетаемого ряда и сюда вставляем стоечку если она не вставляется мы ее ножницами и оплетаем на этом этапе мы оплетаем очень аккуратно потому что стоечки могут у нас выпасть но впоследствии ничего страшного не будет потому что эти стоечки у нас будут оплетаться еще дополнительными двумя рядами клей пава немножечко кладем ее вот прямо между двумя этими трубочками и оплетаем вот что у нас на данном этапе получается и так мы формира формируем следующий ряд то есть вставляем дополнительные трубочки стоечки и одновременно оплетаем их а если вы боитесь что в местах наращивания будут какие-либо утолщения то не бойтесь их не будет если трубочки у вас хорошо увлажнены и они мягкие податливые то тем самым вы просто можете их вот так вот сплющить и здесь не будет никаких утолщений ничего не будет выпирать и еще хочу дать совет капайте клей пва вот когда вы наращиваете третью дополнительную трубочку вот в это место капайте его немножечко ну вот плетем дальше я уже начала плести пятый ряд таким образом я сплету его полностью а уже на шестом ряде будут сверять мое плетение с формой если все хорошо то уже будем переходить к следующему этапу на данном этапе я эту заготовку меряю с формой здесь есть один нюанс что при плетении следующих рядов я вот эти мои вставленные новые стоечки буду поднимать и здесь самое главное чтобы вот это вот дно то есть размер дна совпадал с дном моей формы и чуть-чуть выходил за ее пределы вот здесь я смотрю что он полностью совпадая с дном но не выходят за пределы и чуть-чуть не хватает до конца поэтому я проплетаю еще один ряд это шестой ряд и после шестого ряда уже начинаю вот эти вот трубочки будущие стоечки поднимать и так мы плетем сейчас шестой ряд сейчас я перехожу к следующему этапу у меня уже проплетено 6 рядов и я посчитала что размер вот моего дна диаметр очень хорошо подходит для будущей чашки и форма сюда очень хорошо ложится поэтому сейчас следующий этап будет уже разделение стоечек тех которые мы оплетали значит в чем заключается это то есть мы поднимаем стоечку которую мы вставляли дополнительную вот она у нас самая длинная и далее мы уже будем оплетать наши трубочки по одной вот таким вот образом все это выглядит а стоечка у нас пока она будет болтаться в таком положении но мы знаем что она у нас будет потом приподнята когда мы будем оплетать по форме чашку она у нас будет служить стоечкой и вот таким образом мы формируем 7 ряд то есть проплетаем 7 ряд формируем будущие стойки для нашей чашечки если стоечки у вас не очень хорошо поднимаются то можно их приподнимать и вот в этом месте где они должны подниматься вот так вот пальчиком немножечко их заламывать и уже ставить вертикальное положение вот что у нас получается таким образом форме делаем вот этот ряд можно еще для удобства стоечки для чашки вот таким вот образом собрать и тут закрепить резинкой ленточкой как хотите так будет удобнее плести последующие ряды тарелочки с обратной стороны все выглядит вот таким вот образом аккуратненько ничего нигде не торчит нет никаких лишних зазоров на самом деле вот эти стоечки можно образовывать и другим способом но мне нравится именно этот что я делаю сейчас я проплетаю следующие ряды сначала я плиту тарелочку моего изделия пока не делаю загибку перехожу к чашке поэтому сейчас я проплетаю следующие ряды моей тарелочки и включаюсь вопрос к чашке перехожу к чашке и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавляю 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 DimaTorzok тем что вставляю дополнительные трубочки стоечки рядышком с теми которые у меня уже образовались вот таким вот образом они сюда прекрасно вставляются у меня получается не по одной трубочки стоечки будет а по 2 могу я сюда даже капнуть клей павану в принципе они очень хорошо плотненько вставляются поэтому я думаю обойдусь я без клей паван вот так вот по всему периметру ставлю дополнительные стоечки и начнем плести иногда к сожалению не получается продумать все сразу поэтому какие-то вопросы решаются по ходу дела здесь я думала что форма у тут немножечко другая но в конце концов я выбрала ту пузатенькую форму тут пузатенький горшок поэтому стоечек у меня не хватило но в принципе вот на этом этапе чем это плетение хорошо и вот эта схема хороша тем что дополнительные стоечки можно добавить вообще без проблем и здесь не будет ничего выпирать как вы видите ничего в принципе не выпирает очень хорошее плотное плетение так что бояться нечего ну вот все готово теперь мы приступаем к плетению первого ряда основание чашки буду плести методом веревочка в две трубочки у меня уже рабочие трубочки готовы и я сейчас буду проплетать это все без формы потому что с форма неудобно с формой получается так как будто бы я буду плести именно под ней поэтому я сейчас первый ряд проплету именно вот таким вот образом без формы все это дело но и оплетаю пока по две трубочки стоечки а потом уже со второго ряда я и буду разъединять или со второго или с третьего надо конечно сверяться с формой трубочки стоечки у меня увлажнены чтобы ими было удобнее работать но и соответственно рабочие трубочки также увлажнены они у меня кстати в пакетах и не высыхают аккуратненько аккуратненько проплетаем основание чашки правой рукой я плету левой рукой я держу плетение таким образом получается достаточно плотно вы меня простите если что-то не видно потому что как я не крутила это плетение чтобы показать на камеру но вот только такой ракурс мне кажется удачным ну вот что получается в процессе так еще одна группа стоечек сейчас нарастим рабочие трубочки нарастили продолжаем плетение так ну и последняя группа осталась у нас которая у нас пока еще не была плетена в первом ряду ну вот в принципе все все мы оплели основание у нас готова на самом деле я хотела основание сделать еще методом веревочка в три трубочки но очень было неудобно все это плетать а теперь что я делаю я ставлю форму внутрь вот она у меня встала на у меня такая форма бочонок можно сказать вот что у нас как все выглядит с этого ракурса и сейчас я буду оплетать второй ряд по две трубочки именно по форме уже форма у меня у тебя утилю жалила я ее то есть я туда положила пачку гречи плиту прям плотно-плотно вот что получается тут в принципе нюанс только один как можно плотнее нужно проплести все это форме и все остальных нюансов тут в принципе нет сейчас на камеру мне не очень удобно я проплету один ряд и включусь покажу вам что получается продолжаем оплетать скоро у нас конец ряда достаточно плотно стараемся так у нас второй ряд проплетен сейчас я просто покажу что получается сниму форму и вам предварительный результат показываю вот что получается из-за того что форма у меня типа бочонок то чашечка будет у нас сначала узенькая да потом немножечко расширяться ну и вот так вот у нее основание выглядит так теперь мы с вами меняем цвет то есть у нас темные трубочки будут меняться на светлые поменяла цвету трубочек теперь плиту светлыми трубочками пока плиту ряд оплетая по две трубочки стоечки я не стала их разделять по одной мне показалось что еще рано это делать поэтому продолжаю плетение так как плела раньше и вот это вот место наращивания она видно но это сейчас она видно при плетении следующего ряда это место замаскируется и так продолжаю плетение самое главное чтобы плетение было достаточно плотным для этого у меня очень хорошо увлажнены рабочие трубочки они как бы оплетают очень так нежно компактно трубочки стоечки и от этого плетения становится плотным достаточно то есть нет никаких зазоров но это что у меня форма прилегает к самому плетению то есть плетение прилегает к самой форме это тоже является очень большим плюсом то есть тут ничего не болтается ты так сказать все хорошо идет теперь я буду плести светлыми трубочками до конца до конца плетения чашки а загибку мы уже будем делать из трубочек стоечек темного цвет таким образом у нас получится некий контраст и совместимость нашего плетения по рисунку так ну что продолжаем плести сейчас мы нарастим трубочки продолжим так как трубочки увлажненные очень хорошо то будьте осторожны при наращивании трубочек потому что иногда они выскакивают друг из друга потому что слишком увлажнены но в принципе клей pv исправляет эту ситуацию так вот пошел следующий ряд следующий ряд я пожалуй тоже еще про плету по две трубочки это мне нисколько не мешает а вот уже по следующий ряд я уже буду разделять трубочки стоечки по одной сейчас доплету этот ряд и будем уже увидимся уже тогда когда я начну разделять группы трубочек в две по одной ну вот я проплела уже два ряда и третий ряд буду плести следующим образом разделять вот эти группы трубочек в две по одной сначала одну оплетаю немножечко в сторону и вот так вот расправляю и следующую оплетаю вот что получается у нас теперь следующая группа точно также сначала одну немножечко отодвигаю в сторону ее то есть левую отодвигаю в левую сторону правую отодвигаю в правую сторону вот таким вот образом так проплетаю до конца ряда чтобы плетение было плотным мы не только подтягиваем рабочие трубочки но и подтягиваем еще проплетенные ряды ну и как обычно вот как мы плели круглое дно до разделяли группы трубочек так и здесь все то же самое и пока мы вот этих трубочек не требуем что они у нас сразу лягут или сразу встанут так как нужно что-то я тут не то показываю вот то есть они могут сейчас смотреть в какие-то такие непонятные стороны но это ничего страшного потому что при последующих рядах они у нас будут выпрямляться конечно мы им должны в этом тоже помогать вот таким вот образом не спеша все очень хорошо проплетая очень плотненько главное мы не спешим мы никуда не спешим в плетении и вообще не волнуемся форма немножечко едет надо воздушный шарик покупать ну вот доплела я первый ряд разделяя трубочки по одной теперь у меня начинается второй ряд и тут я уже не разделяю я уже оплетаю каждую трубочку они у меня уже отдельно пошло обычное плетение единственное что я смотрю на то чтобы стоечки вставали равномерно по отношению друг другу чтобы расстояние между ними выравнивалась такое вот получается плетение сейчас стало плести уже намного легче потому что стоечки на своем месте уже нам с ними ничего не надо делать и самое главное что форма у нас теперь плотненько сидит достаточно вот раньше она у нас болталась потому что дно у нее было достаточно узкое по сравнению с серединой вот и было сложновато плести это место вот именно вот это вот внизу вот теперь достаточно легко плетение происходит так что на самом деле способов сплести вот именно такое изделие чашку с блюдцем существует очень много кто во что гораст и кому как удобнее плести например я знаю что некоторые плетут сразу сначала чашку а потом внизу у основания продевают трубочки будущие трубочки стоечки образовывают и плетут сначала чашку потом блюдце уже но мне например для меня вот этот вариант очень удобный тем более я вот сейчас снимаю еще на камеру то есть этот процесс очень удобный для меня также и трубочки стоечки для чашки некоторые образуют тоже есть другие способы например я вставляла их прямо в плетение тарелочки можно их вставлять и прямо другим способом и третьим способом и в общем много-много вариантов есть но я предпочла вот этот потому что мне удобнее так плести то есть все равно в процессе работы когда вы будете уже плести свое изделие и там 10 и 20 может быть даже и со второго изделия вы уже поймете как вам удобнее на каком этапе можно что-то изменить у вас так что это ничего страшного каждый подделывает свою работу именно под себя ну вот у нас продолжается плетение вот таким вот образом что я хочу сказать я сейчас оплету до середины серединной формы и обязательно включусь покажу предварительный результат того что получается как и обещала включаясь показываю предварительный результат того что на данном этапе получается у меня проплетено чуть больше половины высоты чашки на самом деле чашка у меня не будет слишком высокой она возможно будет высоту так же как и форма вот такое приблизительно я плету дальше способ плетения у меня не меняется плету методом веревочка в две трубочки и дойдя вот до этого места я остановлюсь мне нужно здесь вставить плетение ручки и включусь на этом этапе обязательно так что плетем дальше я проплела еще один ряд и сейчас я поняла что именно на этом этапе буду готовиться к плетению ручки для этого определила место где она у меня будет находиться то есть это вот эти вот три стоечки и далее какой ширины она будет но ширина равна у меня вот этому расстоянию что я делаю я сейчас вставляю сюда дополнительные трубочки трубочки то есть немножечко ножницами раздвигая вот это место вставляю сюда трубочку пока так это все будет выглядеть здесь делаю то же самое если это сложно сделать то я помогаю себе ножницами протиснуть вот эту трубочку туда также можно даже клей пва капнуть но в принципе я это делать не буду потому что еще два ряда я точно их оплету они закрепятся очень хорошо все будет держаться это тоже можно ножничками вот так раз помочь ей и так теперь я проплетаю еще ряда 2 посмотрю как это все у меня будет держаться вместе вот с этими трубочками проплетаю все вот таким вот образом включая снова показываю что у меня на данном этапе готова я проплела еще два ряда то есть получилось что вставленные вот эти трубочки очень хорошо у меня закреплены теперь я их беру вот так вот опускаю то есть из них я буду формировать ручку и сейчас проплету еще два ряда поверх них два или один я сейчас посмотрю если мне хватит одного то я оставлю но я вижу что мне этого ряда не очень будет хватать поэтому я сейчас проплету один ряд и еще сверху второй и закончу плетение чашки ну вот у меня уже практически готова чашка рабочие трубочки я уже убрала вот в эти места они кстати видны потому что концы рабочих трубочек обрезала и вот эти места остались не закрашенными но это ничего страшного можно морилка на водной основе под цвет это все закрасить и тем более у меня будет еще более-менее объемная загибка розга поэтому это место спрячется в этом нет ничего такого а кстати по поводу загибки в этом видео я не буду показывать как ее делать я сняла отдельное видео она выходит вместе с этим одновременно поэтому если вам интересно как делать загибку розгу обязательно заглядывайте в описании под видео ссылочку на то видео я оставляю именно там загибка у меня уже готова смотрите какая красота получилась мне кажется чашечка очень хорошо гармонирует с блюдцем на этапе плетения загибки я вынула форму но если честно я очень увлеклась плетением и все-таки форму надо было бы мне вынуть еще на этапе плетения вот этих рядов потому что вынула я ее с небольшим трудом вот поэтому мой вам совет увлекаться увлекаетесь плетением но все-таки будьте начеку то есть если у вас форма идет от расширения к ужению то вынимать форму нужно на этапе расширения и и иначе когда вы будете плести узко то форму вынуть будет практически невозможно друзья вот мы и подошли к этапу плетения ручки это трубочки которые мы вставляли заранее и сейчас я взяла две темные трубочки увлажнила и хорошенечко вставила одну в другую и начинаю плетение это плетение немножечко похоже на плетение квадратного дна то есть у нас есть боковые трубочки которые мы аккуратненько переплетаем ну и одна трубочка посерединке надеюсь что фокус я выбрала более менее видны для вас что здесь происходит то есть мы боковую трубочку просто вот так вот оплетаем выводим эти трубочки сюда наверх оплетаем серединку вот таким вот образом боковую стараемся чтобы ширина нашей ручки была одинаковая там где мы видим зазоры небольшие просветы мы вот так вот подтягиваем наши ряды переплетенные и продолжаем плести дальше я подробнее покажу значит боковую трубочку мы огибаем следующим образом вот у нас две наши рабочие переплетенные верхнюю мы заводим вниз и выводим наверх перед следующей так а нижнюю мы обнимаем боковую ей и заводим вниз вот таким вот образом у нас получается как что и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... как ручка для чашки но и завиваться в конце по крайней мере я так планирую посмотрим что из этого произойдет и получится вот поэтому мне еще достаточное расстояние нужно проплести ну скорее всего до конца вот этих трубочек я буду плести если мне не хватит расстояние то буду наращивать посмотрю уже конечно по ситуации можно было взять одну трубочку и одной трубочкой это все дело переплетать но честно говоря я попробовал такой вариант мне он не очень понравился вот поэтому я взяла стала переплетать двумя трубочками так просто лучше смотрится но можно взять и одну трубочку и так друзья я уже практически закончила ручку и так как у меня мастер-класс подробнейший поэтому сейчас я вам покажу как вообще заканчивать ручку то есть как убирать вот эти вот концы рабочих трубочек но вдруг кому-нибудь будет интересно и так у нас получилась вот такая вот ситуация да вот два кончика я один переплетаю за другой вниз так этот у меня получился наверху я его завожу вниз завожу наверх вот таким вот образом что у нас с обратной стороны то есть вот этот кончик у нас торчит но он очень хорошо зафиксирован вот этой вот трубочкой дальше я эту трубочку завожу за следующую боковую потом обнимаю боковую завожу под низ средней трубочки и вот таким вот образом у нас заканчивается это плетение этот ряд и здесь я ее убираю убираю я скорее всего за вот эту вот сейчас вам покажу за вот эту вот трубочку сейчас покажу подробнее на словах как ты это все так абстрактно вот я ее завожу завожу сюда нам не конечно рвется но в принципе очень хорошо убралась чуть-чуть ее нужно чуть-чуть подтянуть так вот взяла я ее за кончик вот она у меня вывелась смотрите что происходит с этой стороны чуть-чуть подтягиваю все подтягиваю с этой стороны кончик у меня вот этот вот первые самые трубочки зафиксирован его можно заклеить приклеить смысле то есть капнуть туда клей pva и все хорошо закрепиться сюда я тоже окопаю клей pva прижимаю и кончик я сразу же отрезаю потому что он очень хорошо держится здесь так что вот спрятали эти концы тоже обрезаем они у нас все равно будут убраны внутрь внутрь ручки поэтому не боимся вообще но и здесь они например тоже у нас не расклеится не высунутся потому что достаточно плотное плетение но если вы еще раз повторяю если вы боитесь что у вас что-то выбиться например то обязательно копайте клей pva и все нормально будет вот как мы убрали с вами и теперь будем формировать ручку пока вот таким вот образом она у нас формируется вот как то так будет это все выглядеть сейчас будем грунтовать изделие я бы даже наверное уже сначала сразу бы начала покрывать лаком сейчас мы уже подошли к завершающему этапу буду грунтовать изделия даже скорее всего лакировать потому что раствор я приготовила лакировочный я бы сказала это даже не похоже на грунтовку то есть я сюда налила лака акрилового но добавила чуть-чуть воды буквально вот на 50 миллилитров одна столовая ложка воды то есть раствор этот грунтовкой я бы не назвала скорее лак немножечко разведен водичкой сейчас буду лакировать изделие я начну вот с тарелочки непосредственно процесс этот подробно я снимать не буду сейчас я включусь уже тогда когда непосредственно дойду до ручки вот здесь будет одна небольшая тонкость которую хочу с вами поделиться но вот дошла я до ручки сейчас ее немножечко пролакирую кстати кисточку я поменяла она более с более жесткой щетины и удобнее ей покрывать это дело все потому что она убирает излишки лака которые скапливаются и хорошие создается впечатлением так здесь очень внимательно бака не забываем каждый миллиметрик каждый миллиметрик пропитываем этой нашей лакировочной жидкостью я стараюсь не делать вот так вот прямо по плетению стараюсь вдоль плетения кисточкой наносить бака обязательно здесь перевернем здесь мы очень очень все хорошо пропитываем промазываем потому что здесь у нас будет складываться наша ручка поэтому она у нас сложится и больше мы ее не разогнем поэтому все нужно хорошо тут пропитать вот здесь вот эти места где у нас начало ручки у некоторых начало ручки может быть уязвимым поэтому очень хорошенько все пропитайте так ну вот так и вот здесь вот чашечку тоже все хорошенечко то есть мы сейчас с вами подготовим пищу так скажем для нашей дальнейшей работы платформу подготовим это те места которые у нас уже будет сложно потом покрыть лаком когда уже все высохнет у нас ручка не разогнется поэтому мы сейчас стараемся это все дело здесь закрепить покрыть в общем то все теперь что я делаю я беру ручку и формирую из нее то есть я беру вот он у меня полоска да я формирую из нее ручку как я это делаю я приблизительно представляю как она у меня будет находиться в каком положении да вот допустим вот такая вот и у меня здесь остался вот этот вот отрезочек кусочек я просто его вот так вот заворачиваю во внутрь вот таким вот образом и немножечко завожу то есть у меня получилось между чашкой основанием и вот этой вот загибочкой вот это вот место куда я спокойненько завела вот этот вот отрезочек моей ручки вот что у нас получилось сейчас я немножечко подправлю все это дело вот что у нас получается с этой стороны впереди сбоку с другого боку ну естественно все это надо чуть-чуть хорошенечко чтобы это все было прямо да вот у нас прямо а теперь что мы делаем вот она в таком состоянии у нас ручка зафиксирована но еще не полностью мы сейчас еще раз покроем лаком чтобы это все у нас не распалась по возможности внутрь внутрь заедем а здесь нужно быть предельно осторожными потому что лак у нас быстрый сохнет быстро поэтому чтобы не было никаких следов он имеет такое такое свойство вот у меня лак что он махрится в некоторых местах поэтому чтобы вот этого не было я быстренько быстренько покрыла все еще раз быстренько быстренько согнула и я старалась когда сгибала не тереть никакие места вот поэтому все вроде бы хорошо получилось но вот здесь у нас уже все внутри промазано теперь мы ждем пока это дело высохнет промазываем лаком и вот эти вот места да там где мы заканчивали загибку видите практически ничего не видно вот все у нас аккуратненько хорошо сплелось промазываем промазываем вот и уже показываю сейчас чудо монтажа показываю окончательный результат того что у нас получается друзья рада вам показать окончательный вариант нашей работы вот такая вот симпатичная чашка с блюдцем у нас сегодня сплелась я ее покрыла двумя слоями лака и ручка зафиксировалась очень хорошо здесь сидит в этом месте ничего дополнительного я не делала единственное что вот внутри еще немножечко прошлась лаком чтобы уж прям наверняка все закрепилась вот так вот наша заготовка выглядит с другой стороны все довольно хорошо нигде ничего не торчит все убрали в общем то если вам понравился этот мастер-класс и оказался полезным то не забывайте ставить большие пальчики вверх меня это очень вдохновляет на новые видео делитесь этим видео с друзьями с начинающими в плетении из газет и увидимся очень скоро всем желаю отличного настроения вдохновения и пока пока